В среду текстильщик провел очередной матч первенства России. На этот раз с Костромским Спартаком. Поболеть за своих из Иваново на стадион урожай приехало больше полсотни ивановцев. Костромская погода встретила гостей не слишком дружелюбно. Фанатские шарфы болельщикам пришлось использовать по назначению. Ивановские футболисты разогревались недолго. Уже на девятой минуте встречи Виталий Диков буквально одной левой поразил ворота хозяев поля. После неожиданного триумфа красно-черных хозяева заметно увеличили темп атак. В середине второго тайма произошел момент, который мог в корне поменять итог матча. После удаления Андрея Хадыкина команда осталась в меньшинстве. Тут уже стоит отдать должное вратарю текстильщика. Алексей Орлов каждый раз спасал свои ворота. Итог встречи 0-1 в пользу ивановцев. Значит, где-то немножко недоработали. Хотели, горели. Претензий у меня по самоотдаче никому нет. Из ребят совершенно установку за исключением каких-то маленьких недочетов. Она почти была выполнена. Но, к сожалению, концовка получилась сумбурной. Где-то, может быть, помешало огромное желание сравнять счет. Не хватило охладной крови, разума. Впервые за многие игры тренер «Красно-Черных» признался, что гордится тем, как сражалась его команда. В непростой ситуации, я имею в виду после удаления, так-то игра давалась, и не было никаких проблем, предпосылок, что здесь был уверен внутренне. Ну, футбол же тоже внутренне уверен – это одно, а в итоге все, итог – это результат. Тем не менее, выстояли, что непростой ситуации, еще раз говорю. То, что здесь будет тяжело, мы знали. Одержав победу на выезде, текстильщик сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы – футбольным клубом «Тосно». Но у «Ивановцев» одна игра в запасе. Следующий матч «Красно-Черные» также проведут на выезде в городе Вологда. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ «Иваново», Кострома.